МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все, девочки, баста. Рассвер закончился. Это последний. Ух. Ну что, ждёшь? Угу. Обещала заехать. Ладно, давай работать. Закончить надо. Слушай, Свет, что мне делать, а? Он мне предложение сделал. Центра хочет за ад заявление подавать. Сегодня с мамой едем знакомиться. Ух ты! Вот меня б какой москвич замуж позвал. А уж такой, как твой Игорь, надоело по этим общагам мыкаться до чёртиков. Работа я так достала. Ну, а ж мне не надоело. Ну, а в чём проблема? Ой, не знаю я. Мне всегда казалось, знаешь, что любовь, оно, чувство такое. Волшебное, что ли. Переехал? Угу. Ох, Ленка, что-то ты себе такое заоблачное выдумала с этой любовью. А у нормальных людей всё гораздо проще. Ладно. Пошли в душ. Страшно мне, Светка. Не хочу найти смотри-найти. Ну и дура. Хочешь незамужней остаться и всю жизнь потом стенки штукатурить? Тебе 25. Ты на него уже целый год потратила. Если сейчас откажешься, сколько потом следующего предложения ждать? А? Угу. А детей как дорожать? Ха-ха. Угу? Ну, чё ты мнёшься? Да, он, конечно, не идеал. Но зарабатывать прилично. И опять же таки, жилплощадь. Будет прописка. Сможешь на нормальную работу устроиться. А любовь... А любовь... стерпится, слюбится. Больно! Да, мам, я всё понял, мам. Угу. Ну, сейчас же скоро будем. Ой, не знаю, Светка. У меня такое ощущение, что он только мамочку свою и любит. Знаешь, он всё время говорит, что я обязательно должна понравиться его маме. что от этого зависит наше будущее. Да, я боюсь. Вдруг я им понравлюсь. Если он тебя любит, всё перемелится. Вместе с мамочкой. Не знаю. Ты просто красавица сегодня, Ленка. Такая не может не понравиться. Угу. Думаешь? Ну, ладно, иди. Он заждался тебя, наверное. Ладно. Побежала. Желаю мне чего-нибудь, подруга. Ни пуха, ни пера. Бог. Тебя сегодня ждать? Ночевать. Возьми, это подарок. Мне? Нет, это для мамы. Подаришь. Подаришь как бы от... от своего имени, понимаешь? Я могла бы и сама купить. Просто нужно было предупредить. Ну, зачем? Ты всё равно не знаешь, что ей нравится. А для тебя тоже есть подарок. Вон там, посмотри. Здесь? Угу. Красиво. Спасибо. Леночка, одень его. Ну, одень, одень. Слушай, а тебе красиво. Да, спасибо. Маме понравится. Значит, чтобы маме понравилось, да? Скажи мне фасон нижнего белья. Я тоже буду с ней обсуждать. Слушай, ну зачем ты так? А как? Ладно, скажи мне, пожалуйста, а вот вообще почему ты решила мне жениться? Ну, надо же когда-то жениться. Мне всё-таки скоро 30 лет. Самое время. То есть только поэтому, да? Ну-ка, останови машину. Я сказала, немедленно отдаю машину. Лен, подожди. Стой. Стой, 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 стой. Стой. Лен, извини. Не на меня срога. Прости. Всё, извини. Прости. Ну, люблю, конечно. Лен. Ну, прости. Ну, перебор вышел. Ну, ну, кретин. Ну, прости. Давай поедем, нас уже ждут. Ну, не переживай ты, ну. Мама у меня мировая. Да не волнуйся ты. Мама у меня мировая. Ещё волнуется бедная, что два часа простояли в этой пробке. Куда, куда? Сюда, сюда. Так, где ключи? Вот. Да не волнуйся ты. Всё, всё. Успокойся. Всё. Привет, ма. Здравствуйте. Привет. Проходи. Извини. Слушай, пробки еле доехали. Привет. Это тебе. Познакомься. Это Лена. Это вам. Ну, что ж, проходите. Ну, что ж, пойдём, я тебе квартиру покажу. Здесь у нас библиотека. Проходи, бреди. Давай, давай, давай. Библиотека здесь у нас. А там у нас, проходи, мамина комната, там кухня. Там у нас туалет, ванна. А здесь, здесь моя комната. Прошу. Давай, 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 давай. Присаживайся, садись. Ой, я тебе фотографию покажу, я в горах отдыхал. Игорь, сядь, пожалуйста. Слушай, не волнуйся так, никто тебя не съест. Не оставляй меня одну, а? Я только маме помогу на стол накрыть и сразу вернусь. Да? Хочете, любимый фильм покажу, вчера начал смотреть. Тебе тоже понравится. Не показалось, я не понравилась. Вот именно, что показалось. Я сейчас. Вот, смотри. Все. Давай только недолго, а? Я сейчас. Мау, у тебя все готово? Да не волнуйся ты, все готово. Ну, как она тебе? Я пригласила Веру Ивановну. Зачем? Слушай, немедленно отмени приглашение. Вера Ивановна, твоя крестная мама. И имеет полное право увидеть, на ком ты собрался жениться. Ну, почему ты мне ничего не сказал? Я же сказал, никого посторонних не будет, только мы. Она и так волнуется. Тетя Вера не посторонняя. О, вот она. Только пообещай мне, что будешь с ней вежливым и обходительным. Хорошо. Я очень тебя прошу. Хорошо. Проходите, проходите. Здравствуйте, мои дорогие. Здравствуйте. Поднакомься, Игорек. Это Инночка, дочь моей институтской подруги. Очень приятно. Приехала из Киева. Не могла же я ее одну оставить. Очень приятно. Ой, это вам. Посмотри, Игорек, твой любимый киевский торт. Спасибо, Инночка. Так, Валерия, мы с тобой на кухню, к хозяйству. А ты, крестник, поухаживай, займи чем-нибудь гостью. Она, между прочим, как и ты, коммерцией занимается. Послушай, может, сходишь, посмотришь на нее. Она у Игоря в комнате сидит. Да что мне на нее смотреть, не пора она ему. Слушай, а Инночка кто? Откуда ты ее откопала? Это секретарша моего хорошего знакомого. Он бизнесмен. Одолжил ее на весь вечер. Я, конечно, ее хорошо подготовила. Так что не волнуйся. Твой Игорек через полчаса забудет про свою штукатурщицу. А что мы это скажем ему, когда она исчезнет? Ты паспорт спрятала? Да, конечно. Ну что, так и будем стоять в коридоре? А, нет, проходите, пожалуйста. Вера Ивановна сказала, вы собираетесь жениться? Ну, жениться это громко сказано, пока только заявление подавать. Прошу. Спасибо. Нет, 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 не сюда, вот туда, вот в эту комнату. Хотите, кофе принесу? Лучше что-нибудь выпить, что-нибудь легенькое. Сейчас организуем, да. Сюда? Пожалуйста. Ты присоединишься? Да, хорошо, проходите, располагайтесь. Я сейчас. Туда. Господи, только бы он расстался с этой штукатурщицей. Тетя, тетя Вера, вы что, обалдели, что ли? Зачем вы привели эту девицу? У меня невеста в комнате. Мам, ты рассказала про Лену? Да, рассказала. Игорек, начнем с того, что я тебе не чужая, а крестная твоя мама, и мне твоя судьба не безразлична. Я не могу позволить, чтобы ты свою жизнь связал неизвестно с кем. Да как это неизвестно с кем? Мы уже, мы уже целый год вместе, а завтра собираемся подавать заявление в ЗАГС. Да мне достаточно знать, что она сирота, без рода, без племени. Штукатурщица. Чтобы понять, что она тебе не пара. Знаю я эту публику. Им главное в городе прописаться. Приезжает с голой задницей, а потом ищет таких дурачков, как ты. Я взрослый человек, и как-нибудь сам разберусь? О, он сам разберется. Да мне смешно тебя слушать. В чем ты разберешься? Игорь! Игорь! Где ты будешь жить? Вон, у матери в квартире, на ее горбу. А если твоя невеста забеременеет, а твоя штукатурщица точно все сделает, чтобы побыстрее забеременеть и привязать тебя покрепче. Вон, посмотри на Инночку. Молодая, красивая, а уже в большом бизнесе. Вон на каких надо жениться. Ваша Инночка, между прочим, выпить попросила. Молодец, ох, молодец. А ты поухаживай. Между прочим, она хорошая и умная девочка. Валерий, доставай вино. Игорь! Слушай, я там на какую-то кнопку нажала. У меня изображение пропало. Здрасте. А может, я могу чем-нибудь помочь? Да нет. Давай, пойдем. Телевизор, пойдем. А кто это вообще? Сейчас я тебе все объясню. Ну, где мое обещанное вино? Да, сейчас. Одну минуту. Подождите, одну минуту. Я обещал мне. Сейчас, сейчас. Это кто? Пойдем, сейчас все объясню. Что происходит, а? Проходи. И пепельницу не забудь, пожалуйста. Хорошо, сейчас принесу. Кто эта девушка, а? Ты же мне сказал, что кроме нас и твоей мамы никого нет. Послушай, я сам ничего не знал. Ну, честное слово. Слушай, оставь какой-то дурацкий пульт, а? Ты можешь мне просто объяснить, кто это, и все? Вот эта женщина моя крестная. А это девица и родственница из Киева. Родственница из Киева? Ну, я не знал, честное слово. Ты красна, давай просто уйду, и все. Стой, стой, стой. Подожди, подожди. Я сейчас все улажу. Я сейчас все улажу. Посмотри фильм. Фильм посмотри. Какой фильм? Смотри кино, смотри кино. Игореша. Иночка. Выпить захотела? Иди, отнеси. И выпейте вместе. Ма, что происходит, а? Тетя Вера, вы меня, конечно, извините, но вы очень не вовремя появились со своей Иночкой. Сегодня я пригласил свою невесту, чтобы познакомить с мамой. Потому что завтра мы хотим подавать заявление в ЗАГС. А вы обе ведете себя, как будто ничего не происходит. Ма, объясни, что происходит? Тебе Лена не понравилась, да? Игоречек, тетя Вера права. Она тебе не пара. Ну почему? Ну почему? Я не понимаю. Ты же знала, чтобы целый год вместе. Да, знала. И каждый день надеялась, что когда-нибудь это закончится. Ну почему? Не кричи. Почему? Дом какой-то. Ну ты же хотела, чтобы я женился. Пожалуйста. Да, хотела. Только не на штукатурщице. Ну ладно, хватит. Все, довольна. Пусть лучше на штукатурщице, которая любит меня и которую люблю я, чем на какой-то самодовольной стерве. Что, что? Да как ты, да что ты себе позволяешь, а? Ой. Ой. Ой, Вера. Ой, Верочка, сердце. Да что ты стоишь, как истукат воды. Ой. Господи. Что с тобой? Да быстро. Мам, 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 воды. Давай, Карвалол. Карвалол. А вот он. Что же нам все рассыпается? Сейчас, сейчас, подожди. Давай, давай, быстро. На, на. Мам. Ой, прихватила. Выпей еще, выпей еще. Мам, прости. Я не знаю, что на меня нашло. Прости. Ну как? Все, 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 все. Все, 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 все. Отлегло. Ох. Ты что, артистка? Да ты даешь, Боже мой. Нет. Пока нет. Через пару часов освобожусь. Я тут в одном месте пока. Шеф попросил. Что я делаю? Я тебе завтра расскажу. Предупреждаю сразу. С усмеху умрешь. Она ушла. Она ушла. Вот и правильно сделала. Она, в отличие от тебя, давно поняла, что не в свои сани садиться не надо. Иди вон, отнеси Инночке вино. И давайте накрывать на стол. Я, в конце концов, так есть хочу. Иди, Игорючек. Ну, ты же понимаешь, что мы тебе добра желаем. Игорь Негода. Малинина, Малинина. Комендант велел передать. Если еще раз придешь к твоему парню, он тебя выселит. Поняла? Это последнее предупреждение. И не проси меня больше. Все. Что? Белая черебуха, делаю покой. Развела под окнами, словно образ твой распустила. Все, пойду я спать? Ну, подожди, Еленка. Может, еще позвонит? Ты же не знаешь, что у него там. Да не пойду я за него замуж, Свет. А знаешь, я даже рада, что все так вышло. Но нет у меня к нему таких чувств. С обмана жизнь начинать нельзя. С обмана жизнь начинать нельзя. А дальше что думаешь делать? А, не знаю. Слушай, надоело так все, а? И работа эта, и общага. Да брось ты, Лен. А что тогда нужно было сюда приезжать? М? Ну, работать не нравится. Ну, мне тоже не нравится, Лен. Другую найдем. Жених не нравится. Другой нарисуется. Это ж Москва, Лен. Слушай, у меня вино есть. Давай выпьем и на дискотеку. И горе оно все синим пламенем. Ой, слушай, чуть не забыла. Тебе ж письмо. Я тут на вахте взяла. Вот, из нотариальной конторы, между прочим. Откуда? Из нотариальной конторы. Подожди, может не мне? Ну, тебе, тебе. Лене Малининой. Танцуй. Сейчас испоюсь, танцуй. Ну-ка, давай сюда. Малининой. Ну, что там? Да ерунда какая-то. Слушай, меня приглашают в Приморск. Нотариальную контору для оформления наследства. Шутишь? У-у-у. Ух ты. Здесь даже броня плачена на билет. А от кого наследство не написано? Посмотри. Ну, не с неба, что оно могло тебе свалиться-то. Вспоминай всех своих родственников. Да не знаю, мне мама только про моего деда рассказывала. Он, по-моему, был морским офицером. Только знаешь, он ее выгнал из дома. Ну, когда узнал, что она мной беременная. Ну, не хотел признавать мне брачного ребенка. Как это выгнал? Беременную? Да. Только мама его никогда не осуждала. Не знаю, может, время было такое. Только университет ей пришлось бросить, чтобы меня вырастить. Жить нам было негде. Мотались по всяким общагам. Потом уже мама дворником устроилась, ну, чтобы хоть какую-то комнату в бараке получить. Вот так и жили. А дед тем временем один в своем доме барстывал. Сволочь. Он мне и маме жизнь сломал. В гробу я видела его наследство. Никуда я не поеду. Ленк, успокойся. Успокойся и не маши саблей. Если наследство от деда, значит, он умер. Наследство при жизни не оставляют. Надо поехать, все разузнать. А в чем разбираться, Света? В чем? Если бы мою маму не выгнала из дома, она бы сейчас жива была, понимаешь? Знаешь, я когда уже подросла, жила над застенкой один. В общем, подумок один. Мама вам белье стирала, чтобы лишнюю копейку иметь в зарплате. В общем, он один раз так напился, что пытался меня изнасиловать. В общем, мама успела. Она вцепилась ему в волосы. Он взвал от боли и отшвырнул ее. Она ударилась о крапичи и проломила себе основание черепа. господи, она даже скрикнуть не успела. Не нужно мне от него никакого наследства. Лен, Лен, нужно поехать и разобраться. Тем более, мне это есть. Никуда я не поеду. А ты хорошо танцуешь. Надеюсь, мы от нее избавились. За наш дуэт. Ура! А я не только хорошо танцую. Ленка. Ленка. Спишь? Что? Ленка. А ведь это знак. Точно. Такое только в кино бывает. Какой еще знак? Ленка. Вот смотри. Завтра ты должна была идти с Игорем в ЗАГС подавать заявление. Но мамочка его этого не захотела. Так? Ну, так. Но пришло вот это письмо. И завтра ты должна ехать в Приморск. Никуда я не поеду. Поедешь, Ленка. Это судьба. О судьбе нельзя противиться. Иначе она наказывает. Тьфу. О судьбе СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мама, мама, расскажи, а какой мой дедушка? Дедушка... Дед у тебя очень красивый, Леночка. Он настоящий морской офицер. С орденами и погонами? С орденами и погонами. Он у нас очень строгий. Приготовьте проездные документы. Ваш билетик. А слоник тоже дедушкин? Он тебе его подарил? Нет. Я сама взяла на счастье. Мама, а что такое счастье? Ваш билетик. Хорошо. Девушка, ваш билет. Я не могу его найти, но я покупала. Ищите. Подождите, я найду билет. Так, что тут? Билетик ищите, девушка. Так, девушка, не задерживайте. Мы эти спектакли по 10 раз на день видим. Или платите штраф, или на выход. У меня нет денег, я на последние деньги купила. Ну, купила. Ну, так давай. Я его, наверное, потеряла. Так на пиво у них всегда деньги находятся. Так, девушка, давайте в тамбур. На следующий саживай. Пожалуйста, не надо. Молодая, пешочком прогуляется. Какой штраф? 100 рублей. Пошли. Спасибо вам. Вы из Приморска? Я верну деньги. Скажите адрес. Спасибо. Здравствуйте. Добрый день. Моя фамилия Малинина. Я от вас письмо получила. Игорь Владимирович, тут у нас Малинина объявилась. Сейчас, минуточку. Одну минуточку. Ради Бога. У меня очень срочное дело. Подождите, пожалуйста, здесь. Вы Малинина? Да, это я. Очень хорошо. Прошу вас, проходите, пожалуйста. Простите, это буквально пару минут. Пару минут. Пожалуйста, присаживайтесь. Очень хорошо, что вы нашлись. Ваш паспорт, пожалуйста. А мы уже вас три месяца ищем. С самого первого дня. Ваш дед, Семшев Павел Петрович, умер от рака легких. Примите искренне мои соболезнования. Но перед смертью он оставил на ваше имя завещание, из которого следует, что Малинина Елена Анатольевна является прямым и единственным наследником на жилой дом по адресу Прибрежная 2 и автомобиля Жигули 6-й модели. Прошу вас, пожалуйста. Распишитесь. Вот здесь. Здесь? Да. Благодарю вас. И что мне теперь делать? Владеете и домом, и автомобилем. Угу. То есть я могу все это продать? Нет. Только через три месяца. Ясно. Я свободна? Да. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Алло. Это нотариус. Вы просили вам сообщить, когда появится наследница, интересующая у вас дома. Да. Да нет, я думаю, проблем не будет. Она уже интересовалась, можно ли продать дом. Да. Да. А я, когда была маленькой, как ты, очень любила качаться на качелях, которые сделал твой дед своими руками. У нас всегда было шумно, дом был полон гостей. Калитка никогда не закрывалась. Я очень любила эти сборища военных моряков. А еще мы с ним часто путешествовали по всему миру. Твой дед сажал меня перед глобусом к себе на колени и часами рассказывал о морских походах, в которых он участвовал, и показывал их маршруты. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают. Мне этот дом наследства от дедушки достался. Нашлась! Ты, Лена, прекрасная! Ну, теперь у нас всё в нюансах. Так вы кто? Ты, Лена, не обижайся на деда. Он тебя искал. Потому что он хотел перед смертью с тобой проститься, но Бог распорядился по-другому. Так вы знакомы, я не пойму, моего деда? Да знакомы, можно и так сказать. Я же его и хоронил, понимаешь? А вчера я перебрал. А старуха меня такое устроила, что я сюда и зарулил. Ну, от греха подальше. Понимаешь? А, да, ключ, ключ, вот ключ, ключ. Этот дед мне ещё дал, потому что я за ним присматривал. Так он у меня остался. Возьми. Да... Возьми, возьми. Дом-то твой. Ладно, я пойду со своей старухой мириться. Вот, если что, заходи, мой дом напротив прям. Если у меня дома нет, заходи в зоопарк. Зачем? Как зачем? Я там зверей кормлю. Что? Так что заходи, если так сказать чего. Спасибо. Да, кстати, дом этот с сюрпризом. Полтора века тому назад его построил купец коровников. Знаешь, сколько за эти годы слуху входило про этот дом? Ну, главное, знаешь что? Что? Ну, говорили, что он спрятал в этом доме клад с золотыми монетами. И мы с твоим дедом достали армейский миноискатель. Вот, все потолки, все чердаки, все стены, все полы. Ничего не нашли. Может, тебе повезет? Давай. До свидания. Счастливо. 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 Поехали. Подписывайтесь на канал. Николай Николаевич, спасибо огромное. Завтра в восемь. Есть, товарищ майор. Вперед. Спасибо, до свидания. До свидания. Маринка, что случилось? Все хорошо. Просто голова закружилась. В порядке? Все в порядке. Давай возьму что-нибудь. Не надо, я сама. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, что стал? Иди, договаривайся. Да все будет нормально. Да это Бог. Ну что ты перепугалась? Ты что ли хозяйка? А вы тоже сосед? Ну почему сосед? Я Коровников. Правну купца Коровникова, первого хозяина этого дома. Слышал, дом продается. Хочу купить. Называй цену. Ух ты. Мда. Но учти много не дам. Дом старый. Дореволюционный. Сто лет ему, так сказать, БУ. Покупаю исключительно из вложения к памяти предка. А ты ничего. Может, продолжим разговоры в ресторане, я на машине. Знаете, дом может быть и старый, но задешево не получится. Да ладно. Здесь, между прочим, клад зарыт. Тоже рассчитываете золото найти? Сказки всей этой легенды. Это я тебе, как потомственный, Коровников заявляю. Угу, угу. Ну, так сколько? Слушайте, а с чего вы вообще взяли, что я его продаю? Дом. Я, между прочим, никаких объявлений еще не вывешивала. Мне нотариус звонил. Сказал, объявилась наследница. Ты наследница. Спрашивала, можно ли продать. Да. Сколько? Ну, я не знаю. И потом у меня еще три месяца до вступления в наследство. Так что... Вот это не проблема. Пишешь на меня генеральную доверенность. Так. Нотариус заверяет. В обмен на доверенность. Получаешь деньги. Идет. Ух ты. Сколько? Давай, давай, давай. Я подумаю. Ну, подумай. Два дня тебе хватит? Хорошо. Боря! Девчонка попросила подумать, дала ей два дня. Да с ней проблем не будет. Слушай, со стариком ты тоже говорил, проблем не будет. Одна-то прокололся. Старик, другое дело. Да и наследница объявилась. Со стариком ты прокололся. Признайся. Боря, я тебя умоляю, все нормально. Увидишь. Все нормально? Ну, я тебе говорю, все нормально. Глеб, ты о сроках помнишь? Они уже давно все вышли. А наш уважаемый заказчик ждать не любит. Два дня погоды не делают. Он ждать не будет. Два дня погоды не делают. Пошли. Ну, пошли. Мамочка, я скоро вернусь. Заберу вещи, документы и сразу назад. Не скачай. Мамочка, я скоро вернусь. Мамочка, я скоро вернусь. Мамочка, я скоро вернусь. КОНЕЦ КОНЕЦ Колька! Угу. Живой! Угу. Колечка! Боже, господи, Боже, ты мой! Колька! Откуда ты? Ну, откуда? Ой, садись. Садись. Колька! А дядя Юра где? В зоопарке все работает. Да, только вытолкал на работу. А вечера набрался алкоголик старый. В зоопарке, а где же? Только там ему и место. Ой, да ты давай. Я это, бычков пожарила. Ешь. Ой. У меня же вот что есть-то. Праздник же. Господи, я же глазам своим не верю. СМЕХ Откуда ты? Ведь слух прошел, будто ты в плен попал, да погиб. Вот. Было дело. Но не погиб. СМЕХ Слава Богу. Ой, помидорчик вот ешь. Ешь, бычки пожарила. Тетя Марго, я же не пью. СМЕХ За такое-то дело. Да. Коля. Угу. Прям не знаю, как сказать тебе. Тебе же возвращаться-то некуда. Мать твоя померла. А жена замуж вышла. Знаю. И вроде как родила уже одного мужика. СМЕХ В квартире твоей живут. Да ничего, ничего. Документы сделаю. На работу устроюсь. Я прям глазам не верю своим. Господи. Извините, что помешала. И она. И она. А знаешь, это игра такая. Светка мне поцелуй проспорила. Скажи, да? Лен, ну ты же сама сказала, что у вас все. Я еще на работу опаздываю. Да ничего страшного. Можете продолжать. Я все равно сейчас уйду. Только не забудьте согласоваться с его мамой. Я с мамой больше ничего согласовывать не буду. Лен. Не прикасайся ко мне. Да. Передай прорабу, что на работу я больше не выйду. Я увольняюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты что, не могла дверь закрыть? Вот. Вот. Что за шум? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Малинина! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вас предупреждали по поводу камалеров? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушайте, да пошли вы все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готовьте документы на выселение. Да пошел ты! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дядя Юр Дядя Юр Дядя Юр Дядя Юр, я у тебя здесь на постой... Дядя Юр Дядя Юр Дядя Юр Дядя Юр Знаю. Она даже ребенка успела завести. Как она тебе в глаза-то посмотрит? Как? Так, как, обыкновенно будет смотреть. Дядь Юр, ну чего ты? Что не делается все к лучшему. Дядь Юр, я у тебя на постой. На пару недель останусь. Ты что, сам и сошел? Пока документы выправлю в военкомате, на работу устроюсь. Домой! Что ты нам с Марго? Чужой, что ли? Наливой! Да мне пока документы в военкомате выправлю, на работу устроюсь. Все в порядке. Все нормально. Поехали. Как же ты вовремя вернулся. Прям по трупам. Значит так. Ты помнишь моего соседа? Тоже моряк был. Это сумасшедший капитан, что ли? Какой сумасшедший? Три месяца назад. Умер. Приехала его внучка. Он ей в наследство дом оставил. А я здесь при чем? Ты в нем жить будешь. Ты в нем жить будешь. Чего? Он большой. А я с ней договорюсь. Я уж познакомился уже. Ну, просто познакомился. Понимаешь? Кстати, ты в автомобилях, понимаешь? Ну, да. А он ей Жигули в наследство оставил, так в нем еще мотор барахлил. Ты мотор наладишь. Ну, там она молодая. Хорошенькая. Слюбитесь. Лесьма сняйся. Дядю. А там. Дядя, ты фантазер? Еще тех полей. Жизнь, коля, такое нафантазирует. Вот. Вот. Тридцать лет назад. Вот. 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 Иду. Куда? Мимо. Ага. Сгружают мебель. Кто? Кто? Марко. Я помог. Сгрузить мебель. Вот до сих пор не знаю. Правильно ли я сгрузил мебель. Или нет. Этого нельзя. Этого нельзя. Этого нельзя. Вот тебе и фантазии жизни. Поехали. Дядя Юр, так я останусь. Муха, говорит, остается. Остается только единственное маленькое условие. Днем здесь нельзя. Если нас застукают на час, то значит оба нас выпрут. Ключ наверху. Я помню. Но. Я тебе скажу честно. Насчет квартиранки. Эта муха не пролетит. Молодая. Лесьма снялась. Ушки. Дядя Юр, по последней мне еще в военкомат бежать. Понял, переходный прием. Все, поехали. Коля. Живой. Извините, а вы не могли бы мне помочь с вещами? Хорошо. До свидания. Спасибо. Ну, вот я и вернулась, мамочка. Теперь я уже не уеду. Ну, все. Три месяца, Боря! Три месяца ты не мог найти эту девчонку. Давай за... За наш совместный успех. Три месяца, Боря. Ты... Боря, мы нашли эту... Мы нашли. Мы нашли ее, Боря. Нашли. Дом наш. Мы... Мы... Боря, давай выпьем. Отстань. Сашенька, помоги моему другу добраться до машины. Подожди, уйди. Я потомственный купец коровников. Машинка моя любимая. Володя, помоги ему. Отвези его. Я сам доберусь. Давай. Продолжение следует... ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да что ж такое? Егор! Охрана! Егор! 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 Да где же ты в конце концов? Да сколько же можно спать? Да что же это такое? Егор! Егорышка! 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 Что? Что это такое? Кто это? Кто? Кто сделал это? Где они? Кто? Надо же в милицию звонить, Егор! Кто? Подожди! Подожди, подожди! Что? Что? Не надо! Никуда звонить не надо! Они сказали, у вас есть только три дня! Кто сказал? Они! Только три дня! Они так и сказали? Да! Три дня! Три дня! У меня три дня! У меня три дня! Три дня! Падали! Эксмеральда! Почему ты так нас встречаешь? Скажи, пожалуйста, как надо встречать? Развернуться, подготовиться к хозяину и лезь в Мосяське. Усь, посадка, тут-то. Колючий. Маргошка тебе пожрать прислал. Завтрак. Мне по первое число, потому что я домой не приволок. Сейчас я тебя подниму. Все, все. Пойдем! Рыба! Дядя Юра. Вот так. Мои тоже проснулись там. Вот тебе прислали все. Ну что? Спасибо. На Новый месяц невеста не приснилась? Нет. Это говорилось ей, что ты починишь машину. Невеста. Какая невеста? Здорово живешь. Какой невеста? Какой невеста? Леночка. Чудная Леночка. Знаешь, такая Петровича внучка. Ну, я тебе рассказывал. Умин. Дом оставил, машину оставил. А я и договорился с ней, что это самое. Я вот сейчас переоденусь. Мои парни-то уже ждут. Отнесу, а потом к тебе зайду и договоримся. Бог помочь. Здрасте. Здравствуй. Ну, показывай свою машину. Что? Какую машину? Мне сказали, ты просила посмотреть движок твоей машины Что там с ним? Что просили? Движок? Слушай, у меня мало времени, давай быстрее Знаете, я никого ни о чем не просила Ясно Подождите! А вы не могли бы мне помочь натянуть веревку? Ну да Вы просто настоящий джентльмен Видно, помогать девушкам ваше призвание Просто это не сложно А я не об этом Я вас еще в электричке запомнила Ну, когда вы за девушку заступились и заплатили За нее штраф Скажите, а если бы у меня не было денег Вы бы тоже заплатили? Боюсь вас разочаровать, но я не Рокфеллер На вас у меня денег бы не хватило Я пойду Ну, подождите Если вам очень хочется, можете посмотреть мою машину Совершенно не хочется Садись вот так, мой маленький Ой, как хорошо Ой, как хорошо Вот так вот Давай закроемся И будем маленьким Маленький, мой маленький ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Любуешься? Ты меня напугал Это ты меня пугаешь Ты мне должна все объяснить Я жду Давай, ну Объясняй Сереж, успокойся Я просто от нечего делать Листала альбом Неправда Он вернулся Я видела его возле нашего подъезда Он погиб Я видела его, как тебя Но он даже не подошел ко мне Прости, что сразу не сказала Что теперь? Ничего Ничего Он вообще знает, что у тебя есть муж Что у тебя семья Тише, прошу тебя Я не знаю Ты не должен меня ревновать У нас ведь ребенок А Маслов в прошлом Но ты же знаешь, что это его квартира Это ваша общая квартира Тише, прошу тебя Эта квартира его Она досталась по наследству От его матери Он подходил к тебе? А какое это имеет значение сейчас? Ты что, его до сих пор любишь? Ты что? Ну ты что? Ты что, что такие глупости говоришь Я тебе не позволю с ним встречаться А я не собираюсь с ним встречаться Он приходил, наверное, потому что у него здесь вещи Значит, нужно отдать ему эти вещи Тише, прошу тебя Тише, прошу тебя Тише ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вика, ты нашла его? Борис Борисович, не могу дозвонить. Появится сразу ко мне. Ну ладно. Показывай свою машину. Почему? Но только ты мне поможешь в одном деле. Чего ты? Слышите? Слышите, я эту машину еще в глаза не видела. И уж тем более никого не просила ее чинить. А вы, между прочим, уже второй раз ко мне с ней пристаете, уже с какими-то условиями. Я? Я пристаю? Твой сосед, дядя Юра, сказал, что... Что там с движком в твоей машине? Ты ему жаловалась, просила помочь. А, дядя Юра. Понятно. Ну да. Есть теперь у меня машина. Так а что с движком-то? А я откуда знаю? Я тоже эту машину в глаза не видел. Ну? Ну ладно. Чините, раз пришли. Ну и выкладывайте. Что там нужно? Сначала машина. Ну вырубился телефон. Ты бы еще вечером явился. Вот тебе миллион. И чтоб вечером купщая лежала у меня на столе. Понял? Да. Этой суммы, я думаю, хватит. Я тоже так думаю. Еще эта штукатурщица столько денег, наверное, и в глаза не видела. Если только вдруг... Что вдруг? Значит, никаких вдруг и никаких если. Ты меня понял? Что ты разнервничаешься? Вечером купщая должна лежать у меня на столе. Что ты разнервничаешься? Все будет нормально. Нормально. Сделаем. У тебя нормально. Пошел вон отсюда. У него нормально. Все будет нормально. У нас три дня. Я здесь. Жду твоего звонка. У него нормально. Я вам молока принесла попить. Спасибо. Я не люблю молоко с детства. Да и пить не хочется. А я люблю. Ну и что там с движком? Все в полном порядке. Даже не знаю, зачем вы меня вызывали. Слушайте, я вам уже говорю несколько раз. Я вас не вызывала. Вы мне уже достались этим движком. Ну, я тут кое-что подшаманил. Ну, принимайте работу. Ух. Вот. Работает как часы. Дед ваш был молодец. Машина в идеальном состоянии. Ну, будем считать, что движок вы мне все-таки починили. Ну, будем считать. Выкладывайте ваши условия. Да дело-то простое. Только деликатное. Давайте для начала перейдем на ты. Ну, давайте. Коля. Маслов. Лена Малинина. Очень приятно. Кто это? Бевочка! Да. Хочет купить этот дом. А ты его продаешь? Еще не решила. Понятно. Хозяйка! А в доме нет никого. Здравствуй, солнце. Здрасте. Я тебе денежку принес. Добрый бедушка Мороз, хозяйке денежку принес. Пойдемте в доме поговорим. И чаем напоишь? Напою. Не могу ждать до завтра. Шеф-сволочь в срочную командировку отправляет. Давай торговаться, назначай цену. Но я еще ничего не решила. Давай решать вместе. Вот дом, вот деньги, вот ты, вот я. Ты продаешь, я покупаю, я покупаю, ты продаешь. Едем к нотариусу, оформляешь на мое имя генеральную доверенность. И получаешь вот этот мешочек. В нем, кстати, денег столько, сколько ты в глаза никогда не видела. Так и быть, не буду торговаться, раз уж форс-мажор с моей стороны, плачу за срочность. А сколько же это я в глаза не видела? Миллион, лапочка, миллион. Миллион? Домик твой, конечно, столько денег не стоит. Но я же говорю, устроил его мой прадед, поэтому и покупаю. Давай, давай, столько тебе никто не даст. Миллион, конечно, предложение очень заманчивое, но... В общем, я сейчас не буду продавать дом. Понимаете, меня из общежития выселили, и мне сейчас негде жить. Лапочка. Лапочка. Так дела не делаются. Ты понимаешь, если мы с тобой сейчас не договоримся, может статься, что не договоримся вообще. А такого выгодного покупателя ты не найдешь? Я понимаю, но продавать сейчас не буду. Вот если бы вы мне предложили обмен на квартиру в Москве, было бы замечательно. В Москве. А на Луне ты квартиру не хочешь? Вы не обижайтесь, пожалуйста, на меня, но мне действительно сейчас, ну, ну, нигде жить. Я подумаю, может, найдется для тебя какой-нибудь вариант. Ну, и ты подумай. Миллион на дороге не валяется. Я через пару часов заеду. Договорились? Договорились. Приезжайте. У меня мало времени. В чем проблема? Чем я могу вам помочь? Тебе. Помоги забрать документы у моей бывшей жены. Я бы и сам мог. Но там у нее новый муж, у них ребенок. Неудобно. Ну, понятно. Слушай, а далеко? Мне просто через пару часов надо быть дома. Ну, если на твоей машине, так за полчаса обернемся. Ну, отлично. Давай, я только переоденусь. Я быстро. Спасибо. Оля, ты на месте. Отлично. Зайди ко мне. Да. Разрешите? Да, конечно, сходи. Прости, что дернул тебя выходной день, но возникли важные дела. Садись. Вот, смотри. Срочно разбери дела призывников, получивших отсрочку. Пришел запрос из милиции, нужно срочно составить список и отослать им. Сделаем. Да, вот еще что. Звонили из пожарного ведомства и предупредили, что придут с проверкой состояние нашего здания. Что у тебя в архивах? Порядок. Порядок. Огнетушители на месте? Ну, вроде на месте. Вроде. Давай ключи, я сам посмотрю. ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здравствуйте. Здравствуйте. А вы Марина? Да. А вы, простите, кто? Я пришла к вам по просьбе Коли Маслова. Он просил, чтобы вы передали мне его документы. Он сказал, вы знаете, какие. Проходите. А вы ему кто? Знакомая. Он машину мне ремонтировал. Подождите здесь, я принесу его вещи. Он сказал, его интересуют только документы. Хорошо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вот здесь все Скажите, а Коля где сейчас? Внизу в машине, около дома А как вас зовут? Лена Лена, вы не могли бы попыть здесь? Если ребенок заплачет, дайте ему соску А какая машина? Светлые Жигули Спасибо, Лена Я недолго Лена 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 Здравствуй Здравствуй Ты говоришь, она миллиона никогда в глаза не видела? Ее выселили из общежития, и ей негде жить. В связи с этим деньги ее не интересуют. А что ее интересует? Она согласна поменять дом на квартиру в Москве. Ни много, ни мало. Но основная проблема, я думаю, не в том. Там во дворе ее дома пасется молодой козлик. Вероятно, он ей посоветовал на Москву меняться. Ну и что ты ответил? Попросил два часа подумать. Два часа? Ты попросил подумать два часа. А ты подумал, что вот здесь. Иди сюда. Вот здесь. Должно было стоять вот это. Когда? Ты помнишь? Надо подумать. Подумать? Так вот я уже подумал. Значит, мне все равно, кому отдать этот миллион. Ты понял? Взял деньги и жди меня в машине. Возьми деньги и жди меня в машине. Я тебя прошу, не кричи. Да. Ты понял? Йua. Я тебя прошу, не кричи. Продолжение следует... Здравствуйте, Иван Петрович! Извините, если побеспокоил. У нас тут с партнером намечаются неприятности. И дело не терпит промедления. Я все твои дела хорошо знаю. И знаю, сколько ты за это получил. Как все. Что? Опять кого-то надо переселять. Надо, надо, Иван Петрович. Ой, как надо. Причем срочно. Заказчик на решение вопроса три дня дает всего. Причем, если мы не уложимся в этот срок, грозится отозвать кредиты. А для нас это, ну, катастрофа. Деньги-то уже в дело, пущены в оборот. Поэтому на данный момент отдавать-то практически нечего. Кто на этот раз? А, ерунда. Девчонка приезжая. Мы за ней три месяца гонялись, искали. Дом ей в наследство достался. Ну, вот. Вот. Сколько? Миллион. Но включая за срочность. Сегодня-завтра вопрос должен быть решен. Дешево ты срочность ценишь. Так... Два лимона. И торговаться не советую. Ну, два так два. Только второе после решения вопроса. Договорились. Иди. Деньги готовь. Понял. Пошли, пошли. Ну, что ты вырядился, как клоун? Так, весь мир театр. И мы в нем актеры. Иди. Проследи за ним, театрал. Липовый. 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 Прости меня, если можешь. А кто тебе сказал о моей смерти? Из военкомата пришло извещение. Когда я выходила замуж, пришлось оформить свидетельство о смерти. Теперь твоя квартира записана на меня. Но мы уедем, как только ты скажешь. Зачем? Пусть все остается как есть. На квартиру я не претендую. Прости меня, Коля. Я любила тебя. Я любила тебя. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Барина, выйди, пожалуйста, на кухню. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что ты делала в машине своего бывшего мужа, а? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Он приезжал за документами. Хорошо. А зачем нужно было сидеть в его машине? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Потому что он не может подняться в свою собственную квартиру. И я должна была попросить у него прощения. Что? Прощение? За что? Хватит мучить меня своими дурацкими вопросами, расспросами. Ты прекрасно знаешь, за что. Нет. Я не знаю. Я ничего не знаю. Я ничего знать не хочу. Мы не виноваты в том, что произошла ошибка. Что он не погиб. Мы не виноваты в том, что мы любим друг друга. У нас родился ребенок. Мы вообще ни в чем не виноваты. Ни в чем. Ни в чем! Вот что, дорогая. Послушай меня. Я никому не позволю ломать мою семью. В первую очередь, из-за ребенка. Маслов объявился. Что ж. Хорошо. Но мы должны уехать из-за этого города. Иначе... Что иначе? А иначе я за себя не ручаюсь. Если он еще раз к тебе приблизится. Я чувствую, что это обязательно произойдет. Я уверен. Я тебе уже говорила, что масло в прошлом. Ну что ты ревнуешь? Да я ревную! Ну я дурак какой, дурак! Ревную! Я что, не имею права ревновать? Мы продадим квартиру и уедем. Россия очень большая. Много городов. В России! Но это квартира Маслова. Да плевал я на него! Не плевал на твоего Маслова. Ты не о Маслове должна думать. О своем ребенке. А если ты такая благородная, хорошо. Мы дадим ему каких-нибудь денег. Дадим денег. И уедем. Вот так. А ружье ты зачем достал? Застрелю его. Юрка! Юрка! Сначала сделай, а потом, Юрка, иди сюда. Сюда иди сейчас. Я что, тебя не чуду, что ли? Сюда иди. Сюда иди. Брось лопату-то, грязь не тащи в дом. Она достанет кого хочет. Макаренко. Что тебе? Иди сюда. У Лены бандиты. Что ты несешь в старые колокольни? У Лены бандиты. Какие бандиты? Вот я одного сразу узнала. Он к Муравьеву приходил, и когда тот дом-то отказывался продать. Ты пожрать дашь? Да что ты все сжирать-дожирать? Ты бы только так и ел. Чего тебе, как до жираф, что ли, из твоего зоопарка доходит? Где теперь Муравьев? Где теперь? Где Муравьев? А дом его где? А где? А два соседника-то где? А, Юр? Это что же? Это... На. Хоть пожрать огурец дала. Это что же? Очередь Наш подходит к грабежам? Наконец-то! Да, Петрил! Так, а где же это, наследница-то? Внучка-то, Петриль. Ленка, что ли? Да. Это я не знаю. Я вот только видала, как Колька Наш у нее из этого гаража-то жигули выкатывал. Ага, Наш приходил все-таки. Да что ты приходил, не приходил? Я тебя спрашиваю, что делать-то? Может, может, милицию вызвать? Что? Милицию? Милиция, а что ты скажешь от милиции? Если ты обознался, это вообще не бандит. Что ты скажешь-то? Я обозналась? Я не могла обознаться. Ладно. Надо сходить на разведку. Я с тобой. Во! Сидеть. Молчать я тебя спрашиваю. Ну, ты это, Юрк. Молчать я тебя спрашиваю. Ну, ты что? Молчать я тебя спрашиваю. Молчать я тебя спрашиваю. На дворе бандиты, один в гараже. Иди туда. А я сесть поставил. Давай. Приятель, ищешь кого-то? Да, ищу хозяйку Уехала, завтра будет Как уехала? Я ей машину починил Уехала, завтра будет Понятно что ли? Отойди от двери Дальше Дальше, а то еще шею сверну Уходи Еще дальше Отпусти ее Дядю, давай его отсюда Получилось Давай, давай Алло, милиция, срочно приезжайте Драка с бандитами Прибрежный дом 2 Как то? Эй, елки Соседка я Дядя Юр, куда мы его тащим? К обрыву, а там с концами Да ты что, дядя Юр? Юрка! Юрк! Уходи! Я милицию вызвала Кто это? Быстро, быстро бежим Давай, давай, давай О, кабелевка Ну, там бы сейчас Дома ни шагу Дядя Юр Дядя Юр, быстрее Иду, иду, иду. Поехали, 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 поехали. Вы что-то поняли, а? И эти клоуны. Ребяточки, вам надо временно исчезнуть из города-то. Да, за дом-то я погляжу, я так сказать. Ведь им не дом нужен-то, а бумаги на него. Слушайте, а может еще не поздно продать дом и уехать с деньгами? Мне целый миллион предлагали. Да, миллион это, они продавать опоздала, значит наняли бандитов. И тому, кому земля-то нужна, понимаешь, ну все равно кому платить. Ты отказалась продавать, наняли бандитов. Ну и исчезать надо. Коль, а вообще-то есть где отсидеться временно? У меня нет. А? Лешка есть, друг армейский. Позвоню по телефону, поговорю. Правда, я его давно не видел. Ну, это ты знаешь, надо сейчас сваливать. Побыстрее. Все. С Богом, ребятки. Давайте. И в зоопарк мне позванивай. Понял. До семи вечера. Понял. Номер полный? Конечно. Да, это самое, я тут получше получил. Да, дядя Юра. На первое время хватит. Возьми, я тебе говорю. И это самое. Спокойно. Тебя отбили и дома добьем. А сколько тебе вообще ничего не страшно. Все, валите, чтобы мне тоже не светиться. Давай, давай, давай. Спасибо, дядя Юр. Спасибо. Давай. Давай. Вон чего, в зоопарке работать, что ли? Лика, бокал лимон. Лика, бокал лимон. Тебе взять что-нибудь в магазин? Шоколадку. Какую? С орешками. Ну, молочный шоколад с орешками. Вон он. Спасибо. Спасибо. Девушка, у вас домкрат не найдется? Не знаю, что такое домкрат. Вы куда, мужчина? Мужчина, помогите. Держись, мальчик. Спасибо, мужик. Ну, чего стоишь? Девку в машине. Стой, куда бежишь? Стой. Уроды. Ну, ничего не шутить, но я сказал. Ну, тихо, успокойся. Ну, что вы, в конце концов, ну, ни хрена сами сделать не можно. Закрой себе рот. Двери закрой. Получается, что вы, Маргарита Васильевна, милицию вызвали только потому, что увидели в соседнем дворе посторонних. Ага. Но, кто одному из них голову пробил, вы не видели. Так? Так. Вот интересно, все-таки получается. При вызове милиции вы сообщили, что в соседнем дворе происходит драка. А сейчас вы говорите, что ничего, кроме посторонних, не видели. Ничего не видела? Ну, ничего, правда. Что-то мне зрение не оттестало. Не видела. Ладно, будем разбираться. Разбирайся, разбирайся. Но учтите, задача ложных показаний в уголовном кодексе статья. Ой, я сейчас заплачу. Распишитесь. Вот правильно мой Юрка говорил. Не связываться с вами. Вам только посадите, не важно кого. А бандюганы вон, везде гуляют. Юрка. Кто такой Юрка? Тоже свидетель происшествия? Юрк мужик мой. Настоящий мужик. Ага. Ну ладно, спасибо за чай. Да что, чай-то? Ты это, часа через полтора на обед приходи. Заходи, заходи, Михаил Семенович, заходи. Разберемся. Ты, тетя Марго, бдительность не теряй. А то. На дорожку. Спасибо. Давай. Исмираль, да. Исмираль, пойди сюда, я тебе говорю. Исмираль, 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 Исмираль. Пойди сюда, я тебе говорю. Дядь Юр. Да. Еленку похитили. Как похитили? Ну, их много было. Ты что, подожди, секундочку. Что за вами, что ли, следили, что ли? Наверное. Ну, в милицию, значит, надо обращаться. Да они сто лет ее искать будут, дядь Юр. Ну, ты даешь вообще. Это я... Стоп. Черт, я знаю, я не знаю, как. Ну? Ну, у меня есть приятель. Ну, скажем, друг. Опер с сорокалетним стажем. Может быть, он что-нибудь посоветует. Так идем. Стоп, стоять. Я сейчас переоденусь. Три секунды стоять. Подонки. Выпустите меня кто-нибудь. Эй! Вы не слышите? Ну что, попалась, сучка? Вот подпишешь бумаги и уедешь отдыхать в турецкий бордель. Пусть вы следите. Замечательно. Дядя Юр, а я... Сидеть здесь и ждать. Да. Девчонка у нас. Вези деньги. Ах ты, девочка. Ну, девочка. Эй, Дон Жан, зайди ко мне. Давай, 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 давай. Ты смотри у меня. Они нашли ее. Фух. Значит так, быстренько нашел нотариуса и к ним оформлять купчую. Понял? Ага. Деньги не забудь. Подожди, подожди. Какие деньги? Миллион, которые мы обещали им заплатить. Сейчас вечер, банк уже закрыт. Я как-то не подумал, что деньги понадобятся сегодня. О чем ты подумал? О чем? О том, как залезть моей секретарше под юбку? Я тебя прошу, ну не надо так, не надо. Значит так, слушай меня. Деньги – это твоя проблема. Как хочешь, когда хочешь, где хочешь. Но чтобы утром купчая лежала у меня на столе. Ты понял? Я понял. Я понял. Все. Кретин. Решим. Решим. Это Палыч. Мой друг Экселян. Палыч. Коля. Ну что, поехали? В машине поговорим. Да. Все, что надо, он сделает. Вперед. Поехали. Спасибо. Стоять. Вы что, без меня что ли? Отверели что ли? Дядя Юра. Ну ладно, все. За руль. Понял. Палыч, давай. Вперед. Поехали. Давай к городскому парку за два квартала остановишь. Здравствуйте. Добрый вечер. Я договорился о встрече с Ириной Петровной. Секундочку. Ирина Петровна, к вам военный там пришел. Ириночка, одну минуту. Подождите, пожалуйста, она сейчас подойдет. Спасибо. Спасибо. Что случилось, Палыч? Мне необходимо знать, где девчонка, которую сегодня на заправке прихватили. Заправок много, девчонок еще больше. Девчонок может быть и много, но не у каждой есть дом, который кому-то очень понадобился. Давай договоримся, Палыч. Палыч, мы с тобой встречаемся в последний раз. Да если кто из наших про меня узнает, без разговоров последнюю в голову засадит или перел в печень. Не могу я больше, Палыч. Знаю, где девчонка, скажу. Только давай договоримся. Ты меня спас? Угу. Угу. Я отработал. Это все последний раз. Расход по мастям. Здравствуйте. Добрый вечер. Если я не ошибаюсь, вы по поводу продажи квартиры? Да, совершенно верно. Мне дал ваш телефон один наш общий знакомый и сказал, что вам нужна квартира в центре. Да-да-да, нужна. Леночка, сделайте нам, пожалуйста, две чашечки кофе. Пройдемте за столик. С удовольствием. Прошу. Ой, спасибо. Присаживайтесь. Спасибо. Скажите, а в каком состоянии квартира? Ну, нужен небольшой косметический ремонт. В принципе, состояние хорошее. Дом старый, но капитальный ремонт уже был, поэтому… То есть, квартира требует небольших вложений? Небольших вложений. А когда вы хотите оформить сделку? Чем быстрее, тем лучше. У меня так складываются обстоятельства, мне нужно продать ее побыстрее. Ну, ты готов? Пойду. Ты все понял? Стоп, 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 стоп. Все понял? Да понял я все. Уверен, что сам справишься? Конечно. Что сам-то секунду? Что сам-то? Сам-сам. А я что? Мы вместе пойдем? Да. Мало ли что. Фарватер надо прочистить. Да? Палыч, ты меня вдумляешь. Ну, давайте. Я наготовим. Давай. Ты наготовим. Пошли. Тихо. О, тихо. Стоит. Тихо. 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 Продолжение следует... 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 Утром привезешь деньги, получишь свою хату назад. Дайте хоть какие-нибудь гарантии, что я получу свою квартиру обратно. Гарантия – это слово сверида. Оп. Привет, Лавочка. Привет. У меня хорошая новость. Есть будешь? Очень хорошая, да. Голодный, как сто волков, был в ресторане, но пил только кофе. В ресторане был? Да, в ресторане. А кто тебя туда пригласил? А меня туда пригласил прекрасный человек, замечательный покупатель, вернее, покупательница нашей квартиры. По-моему, обо всем договорились, и самое главное, цена ее устроила. Вот так. Сереж. Что? Давай не будем продавать квартиру. Куда мы поедем? У нас ребенок маленький. Давай хорошо подумаем еще раз. К тому же Маслов сказал, что он не будет. Маслов. Если мы отсюда не уедем, Маслов так и будет все время вздревать между нами. Марина, этот вопрос решен и закрыт. Завтра пойду к юристу, проконсультируюсь. Хочу есть. Корми меня. Конечно. Ага. Сережа, послушай. Я уверена, что Маслов не будет ни на что претендовать. Я не хочу есть. Не хочешь, не ешь. В городе тебя вообще лучше не появляться. Потише, потише, потише. Пересаживайся сюда. Спасибо. Все. Удачи тебе. Защитник у тебя хороший. Давай. Спасибо, дядя Юра. Давай. Спасибо. Спасибо. Удачи. А куда дальше ехать? А прямо до развилки. А там направо. Там указатели будут. Увидишь. Понял. Кстати, а документы у тебя есть? Да. У жены забрал. Давай. Ну, все, давайте. Спасибо. Счастливо. До свидания. Не пух. Прямо направо. Мишли. Давай, давай. С Богом. Ой, господи. Юр. Где ж ты был-то полночи? Я вся изнервничалась. Да вот задремала. Тут это, участковый приходил. Свидетели через вас попало. А где Кольда с Леной? На лёжу лес. Я жрать хочу. Я сегодня целый день так не обедал. Ну, чих ты. У меня же все готово. Я уж пять раз все грела. Вон, теплое все. Давай, садись. Ой. Прямо изнервничалась. Давай. Вот. Чего это? Ну, для героев. Из горла, что ли? На, я тебе открою. Юр, Юр, я видела как-то этого бандюганта. Помашки трубой. Нормально. Ну, прям герой. Ой. Чего это у меня это? Так где же это? Отлично. Тут, что ли? Так где же это? Да, господи. Ну, поешь сперва. Дурдура, соображаешь. По второй. Поехали. Поехали. И я с тобой. О, даешь. Колокольный, колокольный, а соображаешь. Поехали. Угу. Поехали. Поехали. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Даю вам время до вечера Субтитры делал DimaTorzok Я свою квартиру бандитам в залог оставил И я тебе действую на нервы Сам виноват Головой нужно было думать И деньги вовремя готовить Квартира Никуда не денется твоя квартира Она нахрен никому не нужна Да Ты лучше скажи мне где ее теперь искать А? Девчонку эту Квартира Тут все дело Да какое там дело Вся жизнь Можно накрыться медным тазом Надеюсь ты помнишь Что завтра кончается три дня Что нам заказчик дал А? Кому заплатили пусть и ищут В конце концов это не мы ее упустили А они И не от нас она сбежала А если она вообще не была на этом складе? Ты что говоришь? Бандита верит в себя не уважать Испиральный фас! Ах ты урод, а! О чем задумалась? Да так О себе Спасибо тебе Не за что Нет Ты меня Ты меня спас А у тебя красивая жена была? Да Красивая А почему вы расстались? Все когда-то заканчивается Здравствуйте, Марина Сергеевна Здравствуй, Леша А Сергея Владимировича нет Я знаю, я не к нему А Оля здесь еще? Да, конечно, она в архиве Спасибо Пожалуйста Присядьте, пожалуйста Как звали вашего бывшего мужа? Николай Маслов Так Ага Вот Минуточку А вы знаете, Марина В деле нет извещения о смерти Но ведь извещение пришло из вашего военкомата Да Я помню, что Сама относила на подпись Сергея Владимировича Возможно, его переслали в областной военкомат Давайте я вам дам номер телефона А вы позвоните И Вам Там все расскажут О, Господи Вот Ой, спасибо вам большое, Оля Я прошу вас Вы, пожалуйста, не говорите Сергею, хорошо? Конечно Вы не волнуйтесь Игоречек Почему ты не на работе? Ну что с тобой происходит? Не спрашивай меня ни о чем Иначе могу нагрубить Игоречек Ты меня Ты меня пугаешь Ты ведь никогда мне не грубил Ну что с тобой? Почему ты не на работе? Ты не хочешь разговаривать Хорошо Но объяснить матери свое поведение ты должен? Ты же прекрасно понимаешь, что я волнуюсь Не волнуйся Я дома, потому что со вчерашнего дня я в отпуске Вот как? А почему ты сейчас в отпуске? А ты что, забыла? Я, кажется, собирался жениться И хотели перед свадьбой пожить на даче Вот и прекрасно И поезжай Развейся, отдохни Погода прекрасная А я вчера продуктов закупила А в выходные мы с тетей Верой тебя проведаем Знаешь что, мама? Поезжай лучше ты сама На дачу А я побуду один, соберусь с мыслями И пожалуйста, не упоминай при мне больше имени Ты старик Алоши Я ее видеть не хочу Никогда Друг Друг Скажи Где ты столько рыбы натаскал? Места надо знать, дядя Ну, и с такой удочкой много рыбы не наловишь Ну да Да Это у меня Слушай, я продай, а? Пожалуйста Столько хватит? Хватит Спасибо Спасибо, друг Пожалуйста Спасибо Пожалуйста Игореша Успокойся Все пройдет Жизнь летит Все образуется Встретишь ты еще достойную девушку А не какую-то штукатурщицу без рода, без племени Образованную, из приличной семьи И ты еще нам будешь с тетей Верой благодарен, что мы тебя вовремя образумили Вмешиваться в мою личную жизнь вы называете образумить Да Света Привет, Света Через... через час Да, могу Хорошо, до встречи, пока А знаешь что, мам А ты поезжай сама на дачу Сейчас же Ну, у тебя там цветы, наверное, уже все буреном поросли Хорошо, я поеду Кстати, нам давно пора платить за электричество Вот А кто это Света? Вот и отлично Ага, я и знаю А Света, мама... А Света, это Света Ну, надеюсь, она из приличной семьи Мам, я тебя очень люблю и уважаю Но больше не позволю тебе вмешиваться в мою личную жизнь Давай, собирайся, на электричку опоздаешь Давай, 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 собирайся Ну, подожди, котик Аппарат вызываемого абонента выключен Я вам устрою Я вам устрою Устрою, устрою Вам мало не покажется Мало не покажется Аппарат вызываемого абонента выключения Это я Ух ты Слушай, сколько ты рыбы наловил Ну, я вообще Молодец Не специалист по рыбалке Но для тебя постарался Ну, давай, клади, сейчас мы ее зажарим Ох, красавица Хочешь огурчик? Нет, спасибо Я... Это... Дров пойду Пока, Люка Давай Дров пойду Лена! Лен! А? Лен! А? Лен! Что? Тут у нас дров целый вагон. Ну и что? Может мы баню истопим? Ты как любишь, парень? Люблю. Слушай, только у меня купальника с собой нет. Ну, мы можем по очереди. А если я буду без купальника? А? Ладно, собрались рыбу жарить, а масла подсолнечного может быть и нет. Пойду, посмотрю. Бог! Будет подсолнечного! Будет на бурки! Ну, ты что? Хорошо. Угу. Будет припасело. Будет припасело. Буку! Будет припасело. Продолжение следует... 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 С деньгами! Я... Я здесь... Я здесь... Причём я... Вы меня за кого держите, фраера дешёвые? Мои люди как крысы носятся по городу! Ищут ли вас девчонку, рискуя жизнью? Я их как могу от ментов отматываю! А вы в это время с деньгами за границу сваливаете и крутите свою игру! Кто мне лимон обещанный заплатит, а? Я здесь... Ни при чём я... Это он... Он, Борис, компаньон мой! Отбежал за границу с деньгами! Нет денег на счету, я был в банке! Он обманул меня! Он... Обманул меня! Так ты чего пришёл? А вот ваш... Человек вчера потребовал, чтобы я переписал на него мою... Квартиру и сказал, что как только я принесу обещанный миллион... То мне квартиру... Вернут! Так ты деньги-то принёс? Нет, нет, как же! Денег нет! Я же говорю, Борисыч, компаньон мой... Сбежал... За границу я... Я сам остался без копейки! Ну, если нет денег, зачем же ты ко мне пришёл? Иван Петрович! Иван Петрович! Иван Петрович! Уважаемый! Иван Петрович! Иван Петрович! Уважаемый! У тебя две минуты! Повезло тебе, старик! Иди! Корми своих тигров! О! Тигры-кошечки, а львы-звери! Таких домов теперь не строят! Угу! Потолки четыре с половиной метра! А если учесть, что третий этаж... И у меня ещё есть две вместительные кладовки... О! То смею вас заверить, что лучшего варианта вы не найдёте! Ну что, посмотрим? Да, лестница хорошая! Хорошая! Ну? Прошу! О! Это прихожая, да? Это прихожая! Замечательно! Потолки! Вы знаете, мне нравится! Теперь я вижу, что это недорого! Дубовый пол, паркет, который можно привести в порядок! Так, эту мебель вы забираете? Естественно! Есть, есть, есть! Ну что, пройдём дальше? Идёмте! Маринечка, привет! Познакомься, это Ирина Петровна! Я надеюсь, будущая хозяйка нашей квартиры! Очень приятно! Ты здорова? Что-то не так? Всё в порядке! Извините, я на минуту! Ничего, ничего! Марина! Ирина Петровна, я прошу прощения! Мне кажется, квартира... ...не продаётся! Вы тут разберитесь, пожалуйста! Если что, звоните, хорошо? Я пойду, Сергей Владимирович! Дурочка, ты чего делаешь? Ружьё заряжено! Ружьё заряжено! Ты знал, что Маслов не погиб? Знал? Нет, я ничего не знал! Марина! Ружьё заряжено! Не подходи! Убери ружьё! Не подходи ко мне! Не подходи! Убери ружьё! Не подходи! Аааю! ААА? АА! Он дура! КОНКИ! ЭААА! Ааа! КОНЕЦ КОНЕЦ Я вам устрою Я вам устрою 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 Вам мало не покажется Мало не покажется Устроил ПОСКУЛИТ КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok 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 где у тебя все где где на кухне конечно и вообще не спрашиваю чувствуя себя как дома а ты не забыл что ты мне ночью на ушко шептал что ты мне нравишься не то люблю но это само собой но я не об этом вспоминай слушай вчера такое было трудно вспомнить ну все сдаюсь так и сейчас не вспомнишь я сейчас прям сейчас и уйду понятно считать до трех раз два ну ладно ладно вспомнил я кажется предложил тебе выйти за меня замуж не кажется а предложил предложил и я согласилась а подожди а что-то своей мамочке скажешь я ведь тоже на стройке работаю я и уже сказал что никому больше не позволю вмешиваться мою жизнь даже ей да да какой хороший мальчик мама да и я вот за свет вчера заплатила а сегодня первые электричкой приехала а ты не один ну давайте знакомиться знакомься мама это света света это мама я очень рада что у моего сына наконец появилась девушка правда я очень рада что все мои усилия оказались не напрасны светочка а кстати чем вы занимаетесь я работаю на стройке штукатурщицей и и игорь это что шутка мам ну мам ну ну мы ведь тоже с тобой не из графеев да видно от судьбы как от себя не уйдешь да да я слышу дядюр спасибо дядюр я все понял понял спасибо ну ну что кончились наши бега дядюр сказал что можем возвращаться поехали представляете я выиграл пять тысяч рублей никогда не выиграл а тут поздравляем поздравляем спасибо только мы тоже выиграли поздравляем спасибо и тоже пять тысяч прости прости мне надо к дядюре зайти ну давай я здесь пока ладно хорошо иди сюда ты скоро угу иди сюда ой красивый 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 и из по масло Я Сергей Муж Марины Прости Сергей, я все понял Все в порядке Прощай Ты чего, дядя Юр? Да ничего, Лен, где? Там обезьянок Смотрит Ты как-нибудь Скажи Дом сожгли Эти сволочи От мачты до килли Целиком Ты как-нибудь Скажи там Поаккуратней Да не беда, новый построен Сволочь Здравствуйте Здрасте Ну а что у вас с лицом? Кто вас побил? Меня? Да Ты что, смысл? Это меня Ежик окорял Какой ежик? Ежик вперед Игорь Годунов Ежик Игорь Годунов Игорь Годунов Игорь Годунов Большие головы полетели За махинации Земельными участками В ваших краях Хорошо еще ты Не успел засветиться Так что лучше тебе В это дело не соваться И мой тебе совет Затаись на время Субтитры сделал DimaTorzok Я очень хотел Сына увидеть Ты мой маленький Ты мой хороший Иди ко мне скорей Иди ко мне скорей Ты мой хороший Ты мой маленький Ой, ты мой хороший Ты мой родной Я встретился с Масловым Он простил меня Я вас люблю Игорь Годунов Игорь Годунов Игорь Годунов Игорь Годунов Игорь Году Да Извини Но выходит Тебе досталось Небогатое наследство Ошибаешься Я очень богатая Потому что ты Мое наследство Ну, Коль Ну, Коль Где вы ходите-то? У меня же стол Нагрит давно Ты что тут уже? У меня вся душа уже горит Давай быстрее Этот, помрел сейчас А серьезно верт А быстрее? Коль Ну, все, все Они идут Пошли Юрка 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 Субтитры создавал DimaTorzok